Добрый день. В эфире очередной выпуск итогов недели. В студии я и мой коллега Аршалуис Магдасян. Приветствую, Аршалуис. Приветствую с тобой. Так как это наша первая встреча после переговоров в Сочи, которые прошли 26 ноября между Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашняным, давай все-таки поговорим об итогах, главных итогах сочинских переговоров. Три руководителя приняли заявление, и вопреки каким-то апокалиптичным прогнозам, вроде бы можно считать, что апокалипсис не произошел. Как, по-твоему, как можно вообще охарактеризовать это трехстороннее заявление, которое было принято в Сочи? Если бы я был армянским оппозиционером, я бы сказал, что апокалипсис еще впереди. Но на самом деле, конечно, апокалиптического ничего там нет, по крайней мере сейчас. Сейчас данное заявление является свидетельством того, что на этот момент стороны смогли просто прийти к какому-то консенсусу о том, что нужно делать делимитацию и демаркацию. Создать комиссию и ввести работу. Да, создать комиссию и ввести работу. Но когда будет создаваться эта комиссия? В рамках каких принципов будут работать? Пока неизвестно. Потому что это тоже пока не обговаривается. Просто мы имеем заявление Владимира Путина о том, что вскоре они должны прийти к какому-то решению по этому вопросу. И, как мы видим, переговоры в Москве в рамках премьер-министра в Армении, Азербайджана и России тоже затягиваются. То есть я имею в виду итоги этих переговоров. И было ожидание, что будет подписано какое-то заявление там тоже. И, как я до этого тоже говорил, это достаточно сложный процесс. И какие-то вот именно итоги, какие-то результаты. Очень такие ощутимые результаты. Ощутимые, реальные. Вот именно, что застолбить ситуацию, так и пойти дальше, по крайней мере, сейчас невозможно. И, тем не менее, это дает какую-то возможность для разных интерпретаций по обе стороны. И в Армении, и в Азербайджане все цепляются за какие-то формулировки или термины, которые были озвучены. Например, термин, который употребил Владимир Путин, говоря о процессах, он сказал открытие транспортных коридоров. И вот именно вот это слово дает возможность некоторым для интерпретации. Ну, вообще-то стоит отметить, что ни в заявлении, ни вообще в переговорном процессе, то, что было публично, и мы стали свидетелями, никаких о коридорах не шла речь. Просто говорили о разблокировке транспортных союзов, коммуникаций. Путейхи. Путейхи, вопросы гуманитарного характера, которые не разрешены. Армянская сторона озвучила свою позицию, азербайджанская сторона свою позицию. Но в документе было изложено все, что было возможно на этот момент согласовать. А согласовали очень малое. Мы видим же, да, во время заявления 9 ноября, заявления 11 января, есть четко прописанные пункты, когда что нужно делать. А сейчас нету никаких точностей. Просто говорится, что те заявления, они в силе, ссылка делается на них, и они должны исполняться. А что насчет будущего, не ясно сейчас, по крайней мере. И мы, скорее всего, будем иметь параллельные идущие процессы, если, конечно, удастся эти процессы запустить. Первое, это делимитация демаркаться, которая, наверное, будет идти в рамках сотрудничества военных Армении и Азербайджана. И при сотрудничестве с Россией, как это было там указано, да, консультативную роль будет играть там Россия. И разблокировка транспортных коммуникаций, которую также, ну, это уже рамках трехсторонней рабочей группы, которая уже сформирована и работает. Кстати, последняя встреча прошла 1 декабря, и можно считать, что, в принципе, основная и, так сказать, тяжелая работа сегодня на вице-примерах. Кстати, о встрече 1 декабря мы ничего так и не узнали о каких-либо результатах. То есть, можно считать, что все-таки, если есть какие-то подводные камни, то они пока не видны. Ну, конечно, ну и подводных камней там уйма, вагоны и одна тележка, как говорится, да, потому что долимитация и домаркаться в рамках армяно-грузинских отношений идет очень сложно. Уж тем более между Арменией и Азербайджаном. Там-то границ, на самом деле, там после Советского Союза, развала Советского Союза, никто не очертил там, никогда не было границ, так скажем, да, четко очерченных. И сейчас должны стороны, которые были еще вчера в войне, быстро провести какую-то работу. Невозможно это делать быстро. Еще один момент, на котором я бы хотела заострить внимание, это упоминание Владимиром Путиным о встрече, которая должна состояться 15 декабря в Брюсселе, уже при посредничестве главы Европейского Совета Шарля Мишеля. Интересно, что он, можно так сказать, дает добро на эту встречу и высказывает свое удовольствие этой встрече. Мы можем констатировать, что Москва заявляет, что она удерживает нити в данном процессе. У Москвы вообще, то, что была организована эта встреча в Сочи, так скажем, перед Брюсселем, и достаточно быстро и оперативно, это доказывает, что Москва все-таки продолжает играть главную роль посредника в этом процессе. И встречи не идут в разрез друг к другу. Конечно, конечно. О каких-то конкурирующих площадках здесь пока не стоит говорить, потому что Европейский Союз, сколько бы ни хотел стать конкурирующей площадкой, у него не получится. Почему? Потому что только у Москвы, у России здесь, в этом регионе есть на земле инструменты владения ситуацией, инструменты влияния на ситуацию. Это российские войска, это миротворческий контингент, это уйма других инструментов, которые у России есть. Во-первых, что регион находится под боком России, то есть она достигаема в этом плане. Европейский Союз – это достаточно привлекательный формат. У нее soft power, так скажем, мягкая сила, достаточно хорошо работала и продолжает, наверное, работать. И здесь в этом плане это какой-то, так скажем, вспомогательный формат, площадка, где стороны будут вести диалог. И диалог очень важен, конечно же. Пока есть диалог, пока стороны будут говорить, да хоть тысячу таких диалогов, лишь бы не стреляли и не было войны. Ну и в данном контексте я бы хотела упомянуть вчерашнюю встречу в Стокгольме между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзуяном. И, кстати, госсекретарем США Энтони Блинкиным. США в очередной раз заявила о необходимости полного восстановления переговорного процесса под мандатом Минской группы ОБСЕ. Это, казалось бы, не первое, не второе, не третье заявление США, но каких-либо действенных шагов мы с Вашингтона не видим. Ну, смотрите, Вашингтон, вообще Карабахский процесс, конечно, определенную роль, наверное, для Вашингтона играет, но не такую роль, как мы себе представляем. Вообще регион Южного Кавказа во внешней политике Вашингтона, Госдепа, США в целом, она является определенную, так сказать, производную роль. То есть она была всегда периферией ближневосточной политики Соединенных Штатов, а Ближний Восток сейчас Соединенные Штаты не то что потеряли, они просто ушли оттуда и уходят, продолжают уходить оттуда. В этом плане ожидать, что Соединенные Штаты будут делать переориентацию или перебрасывать свои войска сюда или делать большой акцент на этом вопросе, нет. Они будут, конечно же, уделять определенное внимание Карабахскому конфликту, но сказать, что будут заниматься этим вопросом так, как занимается календарь на, так скажем, России, я бы не рискнул и не делал такое громкое заявление. Мы же видим, Соединенные Штаты обращаются к этому вопросу от случая к случаю, во время определенных событий, встреч и так далее. То есть она не занимает достаточно большое времени, силы и так далее для Соединенных Штатов и для гостепутовских чиновников. В этом плане ожидать, что они будут и дальше там уделять достаточно сильное внимание, я бы поддерживался от таких заявлений. Я бы хотела перейти к теме дня, которая, кстати, сообщена. Ну, извиняюсь, извиняюсь, хотя формат Минской группы ОБСЕ, конечно, для них важен. Этот формат важен также для России сейчас. И то, что вот именно в Стокгольме, как заявила Лавров, министры иностранных дел, страны-сопрезидатели Минской группы ОБСЕ приняли заявление по Карабаху, где в числе прочего вопроса вы отметили важную роль российского миротворческого континента, вообще роль России. И это говорит о том, что этот формат постепенно реанимируется. И тем не менее он не первый. Первый – это московский формат Ереван-Баку-Москва. Я бы хотела перейти к следующей теме. Кстати, это сообщение, которое поступило прямо перед интервью. В МИД России ответили на последние заявления председателя национального собрания Алена Симуняна. По-моему, он сделал некоторые заявления о сдаче Карабаха России и так далее. В частности, из Москвы заявили о том, что план Лаврова существует не в действительности, а в воображении. Парируют, можно сказать. Как, по-твоему, это ответ на некоторое недовольство, которое высказывают чиновники из Армении в последнее время в связи с российской ролью в процессе и так далее? Не думаю. В данном случае мы имеем дело вообще в целом. За последние, я бы сказал, 10 лет армянские чиновники, армянский истеблишмент в целом растерял и продолжает терять навыки работы с российским истеблишментом. Понимать Россию. Российские многословия с российской внешней политикой. Какую роль там играют Лавров, например, и МИД? Какую роль там играют силовые структуры? Какие люди приходят туда? Идет ли там процесс смены поколений и так далее? Группы интересов. Да, это очень важные вопросы. Конечно, Россия в этом плане не США, где есть определенные лоббистские институты, которые работают. Россия в этом плане другая. И там ожидать, что армянская община будет так дерзкой и так сильно работать и влиять на ситуацию, нет. Там ситуация совершенно другая. Там нужно аппаратно и аккуратно работать. В этом плане мы за последние 10 лет, я бы сказал, по чуть-чуть начали терять навыки работы с российским истеблишментом. И то заявление, которое было сделано спикером... Возможно, по неосторожности. Конечно, и думаю, конечно, не по неосторожности, но спикером парламента нужно было через определенные каналы связи с российским руководством всю эту ситуацию разруливать. Я фактически уверен, что с российской стороны такая попытка была предпринимата до этого. Наверное, с армянской стороны не поступило ответ. Вот и опубликовали и придали огласку позицию российского МИДа. И, кстати, продолжая твою мысль о том, что не умеет работать с российской стороной, мы очень часто слышим, что армянская сторона не умеет работать. То есть, это какая-то системная проблема. Ну, это вообще проблема внешних связей. Это проблема вообще качества власти, качества аппарата государственного. И вообще проблема в целом армянской публичной политики. Где, с одной стороны, часть этой публичной политики считает, что Армения находится чуть ли не в эпицентре вселенной. Все думают, что бы делать с Арменией. А другая часть вообще считает, что Армения вообще никому не нужна. И могут делать всякие заявления И на это никто не обратит внимания Нет, обращают внимание Все это анализируется Все это по полочкам ставится И в нужный момент перед нами все это будут ставить Ставить и не только ставить, но и требовать ответов А если нет ответов, то будут требовать Определенных, так скажем, уступок Которые будут для нас очень даже болезненными Спасибо, Ашалуйс, на сегодня это все Спасибо, Става Напомню, это были итоги недели на канале Севилнет Продолжение следует... Продолжение следует...